Второе законие, третье, Чироанновый, chapter 3. Помните, как Израил вышли из Египта и шли сквозь море? Море открылся, на оба сторонах им было воды, вверх тоже воды. Это все-таки символ, как мы вышли из этого мира, как Египет, и приняли крещение. И поскольку они путешествовали по пустыниям, это похоже на нашу жизнь после крещения, мы по пути вечным владением Царствию Божьим. And as they went through the wilderness, we are going through the wilderness on our way to the kingdom of God, the land of Canaan. А пока они еще были там в пустыне, Бог дал им победу, как оподрение, что на будущее вы будете тоже побеждать против этих хранитов, которые вы боитесь. And on the way through the wilderness, as we've been reading here, he gave them victories, in order to encourage them, that the Canaanites in Canaan could also be overcome. То есть, все то, что случится в нашей жизни, это по плану. И у Бога есть намерение как-то дать нам постоянно оподрение о том, что вы будете концы концов побеждать. And so, on our wilderness journey, we get encouragement, we get victories to encourage us that the final victory of entering God's kingdom will also be possible. В пятом стихе написано, что Бог дал им победу против города, укрепленные были высокими стенами. So, it says in verse 5 that he gave them victory over cities that had very high walls. Это оподрение, чтобы когда они шли до Ерикона и видели очень-очень высокие такие стен, они поняли, что ну да, мы сможем побеждать, потому что раньше мы тоже победили против таких городов. And this was so that when they came to Jericho and saw these famous high walls, they would remember, but we already overcame cities with high walls already in the past. И все в нашей жизни, как я сказал, вот все по плану. Они особо боялись, гиганты. And they particularly were frightened of giants. 38 лет раньше, шпионы смотрели землю вернули и сказали, мы не сможем туда попасть, потому что вот гиганты есть. They feared giants. Because 38 years before, the spies had returned and said, we can't possibly get into the kingdom because there's giants there. Гиганты, наверное, еще существуют, но где-то есть. Допустим, в Африке есть такие гиганты. But there are still giants around. I mean, in a literal sense, there are giant people in Africa. And maybe at the moment, there are still some unusually tall people around in the world. But those unusually tall people are characterized by being generally weak in their health. И я думаю, что это опять урок. And I think that's also a lesson. Они боялись, эти гиганты, считают, что он гигант, значит, он очень храбрый. Я не могу против него ничего не делать. They saw these tall people, and they thought, wow, we can't possibly do anything against those tall people. They're so strong and great, sort of aggressive, fighting people. А если они познакомились бы с этими, но очень высокие, гиганты, они поняли бы, что парень наверно не совсем адекватен, либо человек вообще слаб. Здоровье. If they had got to know those super tall people, they'd have probably found that the person was somehow physically weak, maybe not completely mentally adequate, etc. И с нами тоже. Мы считаем, что я не могу никак не попасть в Царствие Божье. We also fear that I can in no way get into the kingdom of God. Но тех препятствий, которые кажутся такие огромные, поскольку ты об этом думаешь, это ничего. Это ничего. Потому что Бог хочет, чтобы ты будешь жить вечно в Его Царстве. И всякие препятствия это ни при чем. And in the end, it's the same for us. All the things that appear to be barriers between you and me getting into God's kingdom, those things are not as great as they seem. And when you get up close to them, you realize how small they are, really, and how weak they are. И так, они все-таки боялись, что ой, гиганты, ой, гиганты. Я даже считаю, что Голиаф, они все боялись, когда они видели этот супервисокий человек. Ой, как мы сможем с ним воевать. А если познакомиться с ним, я считаю, что парень вроде не совсем адекватный или вообще слаб. Потому что все эти супервисокие люди, даже до сих пор, есть такие люди сегодня. Они все умирают почти в молодости. Они не живут, не очень долго. Потому что они не слаб. It's the same with super tall people today. I mean, unusually tall people. A lot of them don't live very long. A lot of them are rather weak. And it's like all the barriers that we think are giants in our path between us and God's kingdom actually get close to them, and they're not at all. But from a distance, they seem terribly strong. В двенадцатом стихе мы читаем насчет колена Рувим и Гад и половину колена Манасима. And we read about Reuben, Гад, and the half-tribe of Манаси. Они сказали, Мы не хотим пересекать Гордану. Мы хотим нашим наследство в воде сразу приема здесь. Мы read in verse 12 and onwards about Reuben, Гад, and the half-tribe of Манаси. How they said, No, we don't want to go over the Jordan. We want to take our inheritance in the kingdom right now. И Бог это как-то разрешал. And God allowed them to take that inheritance. Но Они, наверное, считали, что если мы это возьмем прямо сейчас, это было бы легче для нас. They probably thought that, Well, if we take our inheritance right now, it'll be easier for us. Но фактически нет. But actually not. They thought that we were getting a shortcut to the kingdom. But God says, Okay, you can have all the land that's to the east of Jordan. And it stresses that that land was full of very strong people. And actually when you look at the territory they were told to go and possess on the east of Jordan, it's far bigger than all the territory for all the rest of the tribes put together to the west of Jordan. То есть, если мы считаем, что мы слышим как-то легче найти нашу наследство в царстве Божье, нет, получается даже сложнее. And so the lesson is, if you think there's a shortcut to God's kingdom, well, there isn't. And if you try to take one, you'll find that it all makes it so much harder. Например, Бог сказал в 18 стихе, for example, God says in verse 18, So in 18 to 20, they're told all of your armed men, all of your soldiers have got to pass over in front of the others of the children of Israel. They've got to leave your wives and your children and cattle there without any defense until the Lord has given rest unto all your brethren and then you can come back home. And it's still сложнее. It's all difficult. Им должны воевать, написано впереди. Идите впереди, братьев ваших. They had to fight in the front line. They had to go in front of their brethren и оставлять своих жен и дети без никакого защиты. And to leave their wives and their children without any defense. Опять, они хотели вот все сразу. Это дух нашего общества. Я хочу все сразу. Не хочу подождать. Ну ладно. Возьмешь и так и будет. Сложнее. So this is the spirit of our age. I want it now. I want it immediately. no delayed gratification. Thank you. I want it right now. And that's what they wanted. And God said, okay, you can have it. But it actually turned out so much more difficult. They had to leave their wives and kids without any defense. They had to go over and fight in the front of their brethren and only come back once all their brothers had got the inheritance. Но есть и тоже еще урок, что это не самое главное. Моё наследство в Царстве Божьем. Мы сошли только получить тот наследство, когда мы делали все то, что возможно, чтобы наши братья и тоже получили своих наследствия. You also see there a principle again that you can't be spiritually selfish thinking all I want is my place in God's kingdom. They were to reason that I can only come back and enjoy my place in the kingdom once I have done all I can to ensure that my brethren have got into the kingdom as well. Читая эти послания Павла, то видим, что для него самое главное не его личное спасение, а спасение других. When you read the letters of Paul, it's quite clear that for him it was not a case of my personal salvation. What he wanted was the salvation of others, of those to whom he was writing, etc. Потому что мы сможем на самом деле быть эгоистически в духовном образе. Because we can actually be selfish in a spiritual sense. Я, я, я. Я хочу жить вечно. Where it's all about me. I. I want to live forever. И это может быть чуть эгоистически. And that can be, if it's expressed the wrong way, somewhat selfish. То, что мы хотим видеть, это слава Господу. It should be that what we want to say about all things is glory to God. И это значит, что мы хотим, чтобы еще людей шли бы и туда. And that means that we want other people to also get into God's kingdom. 26. 25-26. 25-26. Моисей молился Богу, чтобы Он, то есть Моисей, мог попасть туда, Хаманья. Но Бог уже сказал ему, ты грешил, поэтому ты не сможешь. Но он сказал, ну передумай. А Бог отказался. God had said to Moses that because you spoke wrongly with your lips when you hit the rock, you cannot go into the land. And despite that, Moses now asks God in 25-26 if God could rethink it. значит, Бог как-то открыто к диалогу. You see there that God has opened the dialogue. Даже Он кое-что сказал, все равно Он как-то открыто изменить то, что Он сказал согласно в нашей молитвах. Но в этом случае Он не согласился. Но он все равно, Моисей достаточно хорошо знал Богу, что он знал, что это стоит спросить. So, Moses knew God well enough to know that if God says something, you can still reason with God and in fact change God's mind in some cases. Now, in this case, no, God didn't allow it. Например, раньше Бог сказал, что я буду уничтожать Израилу и переделить новый народ из Моисея. И Моисей сказал, нет, Господи, так не делай. Не надо им истребить. Вот, и Бог согласился. Moses himself earlier had reasoned with God when God said he was going to destroy Israel and make of Moses a great nation. And Moses had said not enter that. And God eventually listened to him and changed his mind. So you see that the sensitivity of God to man. Он готов даже не делать то, что он намерал делать согласно нашей молитве и наше умаяние у него. He's prepared to change what he has said he will do in some cases because of the intensity of our prayers. Я думаю, что Бог в своей мудрости так настроил так, чтобы мы сможем тогда очень интенсивно молиться. I think God and his wisdom set things up like that so that we could pray and we would pray therefore with great intensity for these things. Если Бог как-то решил согласно его воли то, что он будет делать и это будет на всяком случае тогда зачем молиться? Because if God had just said look this is my will I shall do whatever I want well there wouldn't be a lot a point really in praying for things to change и это понятие у ислама and that's the islamic understanding of God что Бог как-то все могуще и вот он делает свою волю и нам надо просто делать и все that's the islamic view that we must submit to the will of God and what he wants to do is what he going to do это какой-то fatalism that ends up in fatalism это по-моему почему когда ты водишь машину в исламские страны они все едут сумасшедшие вот прогоняют машину допустим в Турции или ну таких стран ну если авария будет то это воля Божья вот and I noticed traveling around the world that when you go to Islamic countries they drive like crazy they overtake on blind bands things like that because they that's the will of God if will of God allows it to happen so it will happen but the God revealed in the Bible the only true God is open to dialogue because he thirsts for living live two-way relationship with his people I want to how he said to explain what happened to to his grave and I want to just note that Moses here presents his sin and his falling into sin in a rather positive way he reframes his earlier sin in a pretty positive way 26 God gneed me for you the Lord was angry with me for your sakes he can not get to you because you so he's saying to them that well I can't enter the kingdom because of you lot well in fact God said to Moses because you spoke wrongly therefore you shall be punished by you not entering the kingdom not entering the land but God punished him for his sin and he will be finally saved but God kind of him not to him but God punished him for his sin and that he couldn't enter the land Canaan но нет, это не я это делал, это из-за этих, израильтян, это не я. Когда лучше было бы признать, что да, я грешил, и поэтому я туда не пойду. So really, at the end of his life, ideally, he should have been saying, yep, I'm not going over there, into that good land, because I sinned. But instead, he says to them, well, I'm not going over with you because of you, because God was angry with me, for your sakes. Значит, он умер. Не достичь соврещенства. That means he died without having reached spiritual perfection. Так как и мы все умрем, не будем достигать соврещенства. Just like you and me, we'll also come to our grave planks, we will also die when we haven't reached the level of perfection that we could have reached, or should have reached, or might have reached. Но мы все равно будем спасены. But all the same, we shall be saved. By благодатью. By grace. So many of you worry that you are never going to be perfect, that it's all too much for you, that you're not going to get there. But no, you will not be. None of us are, nor ever shall be. А Моисей, например, умер без этого соврещенства. Он видит, и умер здесь как то, с этим слабостем. О том, что он сам себе оправдал. So you see here, even Moses, great Moses, he dies, comes to his death, still imperfect, and still with his tendency to justify himself, and to reframe his own sin in a very positive way, to get himself out of the blame. Ну, это все-таки какого-то проблазма. But again, this is a sort of type of Jesus. Потому что Моисей предоставлял закон Моисеева. It's all a sort of a type, because Moses represents the law of Moses. И закон Моисеева дал нам смотреть на вечность, на Царствие Божие. Но не мог дать нам туда пойти. The law of Moses gave people a view of the kingdom of God, but it could not get them in there. То, что нужен, это изуснавим. Это он, как в 28-м стихе написано. Это он, который будет предшествовать народу всему, и он разделит им на уделе землю, на которой ты, то есть Моисеев, посмотришь. It says in 28 that it was Joshua, which is the same word as Jesus, the salvation of Yahweh. It is Joshua, or Jesus. He will go before this people, and he will cause them to inherit the land, which you, Moses, can see. И мы здесь, чтобы праздновать вот эту работу Иисусу, как Иисус навел, через хлеб и сок. So we're here to celebrate the victory of Jesus, and the work of Jesus, or Joshua, through the bread and the cup. Потому что это через Его работу, не через нашу послушность к закону, что мы будем попасть в Ханаму. Because it's through Him, through His work, through His grace, and not through our obedience to any law, that we shall enter the kingdom of God, the land of Canaan. Итак, я прочитаю 1 Коринфянам 11. So I'd like to read from 1 Коринфянам 11. Let's take it. Reading from 23. Ибо я от самого Господа принял то, что он вам передал, что Господь Иисус в той ночи, в которую предан был, взял хлеб. И вас, благодарив, проломил и сказал, «Приимите, едите. Все есть тело Мои за вас сломимое. Все творите в Мои воспоминания. Так же и чаще после вечерей сказал, все чаще есть Новый Завет в Мои крови. Все творите, как только будете пить в Мои воспоминания. Ибо всякий раз, когда вы едете хлеб с ней и пьете чаще сил, смерть Господню возвышаете, так коли Он придет». Так давайте помоемся за хлеба. Let's give thanks to the God. Отче, спасибо Тебе огромное за то, что Иисус на самом деле умер для нас, за то, что Он пролил Свой кров ради наших грехов и немощи. Отче, пусть, Отче, в конце концов мы будем жить вечно с Ним. Пусть Его жертвопринищение не было бы зря для меня. Прибудь с нами, Отче, во имя Иисусе. Аминь.